Освобождение резидента Как СССР и США провели самый известный обмен разведчиками? 10 февраля 1962 года произошло событие, вошедшее не только в историю разведки СССР, но и занявшее свое место в истории взаимоотношений СССР и США периода Холодной войны. В тот день на границе между Германской Демократической Республикой ГДР и Западным Берлином был произведен обмен советского разведчика Вильяма Генриховича Фишера, известного больше под именем Рудольфа Абеля, на американского военного летчика Фрэнсиса Пауэрса. Люди, смотревшие художественный фильм «Мертвый сезон», помнят, как главный герой, советский разведчик, его роль исполнял актер Донатас Банионис, попавший в плен, возвращается на родину. Его обменивают на захваченного в Советском Союзе разведчика из стран блока НАТО, обмен происходил на пограничной территории на мостике на шоссе. На премьере показа этого фильма в 1968 году перед зрителями выступал сам Вильгельм Фишер. Эта кинолента лишь отчасти имеет отношение к судьбе Рудольфа Абеля, а вот факт обмена разведчиками здесь был показан почти таким, каким он был осуществлен в 1962 году. Более точно все события, связанные с обменом советского разведчика на американского военного летчика были показаны в картине Стивена Спилберга «Шпионский мост», снятой в 2015 году. Сцена обмена была снята режиссером на том самом мосту Глиникер-Брюка, или Глиникский мост, где состоялся обмен Абеля на Пауэрса. История, предшествовавшая историческому обмену, такова. Начиная с 1948 года, в США работал, выполняя секретные задания, советский военный разведчик полковник Фишер. За его плечами были уже долгие годы успешной разведеятельности, в том числе в довоенное время в Норвегии и Великобритании. Успешно налаженная и выполнявшаяся Эмилем Робертом Гольфусом, под этим именем Фишер работал в Нью-Йорке как художник, работа была прервана в 1957 году в результате провала, а точнее предательства радиста Рейно Хейханина. Арестованный в ФБР, полковник Фишер отказался подтвердить свою причастность к советской военной разведке, не назвал своего имени, а представился Рудольфом Ивановичем Абелем, человеком, знакомым Фишеру по совместной службе, но к тому времени уже умершим. Таким образом, он сообщал своему руководству о провале и о том, что никакая информация им не будет передана американцам. Была у Рудольфа Абеля одна особенность личности исключительная даже в среде выдающихся разведчиков. Проведя пять лет в тюрьме США, где его пытались перевербовать, Абель вошел в историю мировой разведки как человек, который не сказал противнику ни слова о своей работе, не раскрыл ни одного, даже незначительного профессионального эпизода. Всяческие попытки сотрудников американских спецслужб склонить Фишера к сотрудничеству завершились ничем. Суд приговорил Абеля к 32-м годам тюремного заключения, хотя прокурор требовал смертную казнь. Считается, что это стало заслугой адвоката Фишера, Джеймса Донована. Советская сторона сразу же начала работу по вызволению Фишера из американской тюрьмы и возвращению на родину. Этот процесс был очень сложным и кропотливым, в результате чего затянулся на несколько лет. Но события ускорились после того, как в мае 1960 года советское ПВО сбило американский высотный самолет-разведчик У-2 над Свердловском, сегодня Екатеринбург. Пилот Фрэнсис Гарри Пауэрс остался живым, был взят в плен, признался в своей принадлежности к авиации США и в характере выполнявшегося им разведывательного задания. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Активизация американской прессы и появившееся в ней предложение обмена летчика на советского шпиона дали свой результат. Спецслужбы США активнее включились в процесс переговоров по обмену, но прекрасно сознавая ценность фигуры Абеля для СССР, хотели выторговать более выгодные условия. Советская сторона пошла навстречу и согласилась осуществить обмен Абеля на трех человек, содержащихся в заключении в СССР, летчика Пауэрса, студента Ельского университета Фредерика Прайора, арестованного за шпионаж в Восточной Германии, а также гражданина США Марвина Маккинина, осужденного в СССР за шпионаж на восемь лет. В условленный день 10 февраля 1962 года в Берлине на мосту Глиникер-Брюке, располагавшемся тогда на границе между Западным Берлином и ГДР, состоялся обмен. Основному обмену Абель Пауэрс, предшествовала передача западной стороне Прайора, после чего с двух сторон моста навстречу друг другу, пройдя предварительное опознание, пошли Абели Пауэрс. Третий персонаж, Марвин Маккинин, был передан американцам через месяц. Любопытным фактом является то, что после исторического обмена мост Глиникер получил неофициальное наименование Шпионский мост, так как там и далее проходили процедуры подобного обмена. Вернувшийся на родину Фишер продолжил работу в аппарате разведки. Он умер в 1971 году в возрасте 68 лет. Его визави Пауэрс пережил советского разведчика на 6 лет, погибнув при крушении пилотируемого вертолета в 1977 году в 47-летнем возрасте.